С интересом наблюдал за разыгрывающимся представлением. Мне было крайне любопытно, чем это все должно закончиться. Иван Тайга ровным голосом представил ведущий. Казалось, его совершенно напрягло причудливое имя гость. Впрочем, на лице его на мгновение все же отразилось досадливо. Блин, так я и думал, но гость на него не смотрел. Это паленый, мой второй номер. Это колбасик, душа компании. Вот этот угренный тип мне возражает, когда его кличут химулем. Странный бомж не терпеливо кинул, взорвнул из-под глобия. И не дожидаясь, пока собеседник закроет трот. Азартная поинтересовалась. Пожрать да дети. А интересно, я расскажешь? Вопросом на вопросу ответил паленый. Ты откуда вообще идешь такой красивый? Тень сомнений, а снова легла на чело бомжа. То ли в упор, не помнил, откуда идет такой красивый, то ли просто был не в курсе, как называется та местность. С головой у него явно были очень и очень серьезные проблемы. Наконец, когда я перестал ожидать от него внятные ответы, а родил, с милитарием. Мы с колбасаном обменялись быстрыми взглядами, без всякого снаряжения, с не... с правным оружием, по одиночку ночи с милитарием на агропром. Да он вредит. Я положил оружие, он мог повредить уже где-то неподалеку. Расстреляв все патроны по дороге. Да нет, чушь собачья. Что там, как? Тут же поинтересовался тайга. Подавшись вперед, что там за барьер? Образовался они. Территория военной базы? Не пройти, не проехать. Пожрать дайте. Прямо, сказал дедок, глядя, прямо перед собой. Мы с колбасевичем откровенно разглядывались. Его, впрочем, он не обращал на нас никакого внимания. Ее взгляд был прикован к вымящемуся котелку с тушенкой. Странный бомж. Отдаленно походил на Семецкого. И у меня мелькнула безумная мысль. А что если нас посетил сам живого Юрий Михайлович? Я, конечно, уже не застал. Он видел в баре Шти. На почетном месте его портреты. В отличие от других легендарных сталкеров, он страсть, как и любит фотографироваться. Семецкий сгинул в зоне. В зоне давным-давно. Но каждый день всем вольным бродягам капало на ПДА очередное сообщение о его гибели. Разумеется, из-за этого сталкеры громоздили целую гору легенд. Дескать. Семецкий дошел как-то до мифического монолита, исполняющего любые желания, и заказал о себе бессмертие. А монолит большой оригинал. Вот так саркастически выполнил его просьбу. Береванное монолитом бессмертие, видимо, работает только внутри периметра. Поэтому Семецкий вынужден вечно скитаться по зоне. Естественно, время от времени он попадает в какую-нибудь ловушку или на зуб хищному мутанту. И тогда всем на ПДА падает сообщение о его смерти. Однако он снова оживает и снова бредет по зоне. И снова погибает, а потом опять оживает. И так без конца. На самом-то деле, сдаётся мне, эти липовые сообщения о смерти Семецкого рассылают всем администратор сталкерские сети. Че. Прикольный парень. Это уже большой оригинал, хоть и говнюк редкость. Это вполне в его стиле. Такой масштабный розыгрыш. А потом делает круглые глаза и разводит...